В 20-м выпуске против течения Алексей Пашков получил второй шанс на победу в дуэли. После фееричной игры на поза прошлой недели, казалось, что на этот раз успех удастся повторить. Однако его соперник Гарник Базунцев оказал достойную конкуренцию. За 7 минут лидерство сменялось 6 раз, а Алексею не хватило всего нескольких секунд, чтобы обогнать соперника. В финальной части Гарник заморозил игру на 12-м вопросе и в своей последней попытке ошибся на 16-м. Цикл переходящих игроков закончился в максимально короткие сроки и сейчас мы запускаем новый. Я не из Касьянов, это игра против течений и пока что это вся информация, которую вам нужно запомнить. Хорошо, добрый день, вечер, утро или ночь, уважаемые зрители. Меня зовут Федотов Алексей, я из города Москвы. В данный момент я обучаюсь в колледже бизнес-технологий на специальность эксплуатации плотных авиационных систем, то бишь на дроны. И я студент последнего курса на диплом. В данный момент я увлекаюсь шахматами, железнодорожной инфраструктурой, видеоиграми и японской анимацией. Приветствую всем телезрителям, на связи Дмитрий Донов, мне 21 год и я живу в родном сибирийском Иркутске. Учусь на втором курсе Байкальского государственного униститета по специальности бизнес-информатика и подрабатываю бухгалтером. Увлекаюсь современных игровых, IT, гаджетов и аниме-индустрии. Особое время занимаюсь по плаванию, спортзал, играю в компьютерные игры в любимые жанры, шоутеры, гонки, платформеры, визуальные новеллы. И скоро времени заниматься в этом сегменте. Возможно, доберусь я до вершины против течения. Какие у нас игроки самоуверенные. Ну посмотрим, как оно будет на самом деле. По крайней мере, один из вас в любом случае дойдет до финала. Ну а у второго в случае поражения в финале первого будет возможность сыграть во второй раз в следующем выпуске. То есть кто-то из вас в любом случае перейдет дальше. Ну а в качестве кого и с каким выигрышем, это мы сегодня и выясним. Леша, привет. Дима, привет. Здорово, Данечка. Привет. Леша, ты фанат ЖДшки. Да. И всего, что катается по рельсам. Москва очень неплохой, кстати, город для этого фанатизма, не так ли? Там очень много всяких мест. И ЖД, и метро, и прочее. У нас сейчас... Я сейчас живу в таком районе, где просто плотно обустраивается этой симметроинфраструктурой. А если еще учитывать, что у нас за последние годы там происходило, это вообще пипец. У нас скоро будет не город, а просто какая-то паутина. Также ты увлекаешься шахматами. Я с каждым представляю, как, например, в игре против течения игроки бы отвечали, ну я не знаю, на одни и те же вопросы каждый выпуск. Во-первых, это было бы скучно. То есть вопросы всегда же разные должны быть какие-то на познавательном уровне. И точно так же я недоумеваю, как в шахматах возможно каждый раз начинать партию с одними и теми же фигурами. Там-то не так уж и много на самом деле вариантов развития игры, по крайней мере, в дебютах. Не лучше ли все-таки шахматы Фишера, где перемешаны фигуры в начале партии? Несмотря на то, что поле одно и одни и те же фигуры, вариантов развития там уйма, просто уйма. Ты можешь сделать первый ход такой, можешь такой. Развитие такое, развитие другое. И там никто не может одну и ту же партию два раза сыграть, если это только не какие-то там киборги или компьютеры. А так это абсолютно разные, абсолютно новые игры, абсолютно разные тактики. И даже если одни и те же дебюты играются, дальше они развиваются по-разному. Когда-то я в третьем классе ходил в секцию по шахматам. Самое первое, чему меня научили, не ходи на Д4 пешкой. Ну вот иногда такие знания закрепляются в голове на всю жизнь. И иногда это очень полезно, собственно, в викторинах, коей и является противотечением. Собственно, вот, да. Ну а сегодня в игре пригодится память. И я думаю, что Диме, как студенту по специальности бизнес-информатика и бухгалтеру, это очень присуще. Но я могу сказать и да, и нет. Почему? Потому что здесь как бы объединены как бы и экономические точки зрения, и, разумеется, по программированию. Ну, в общем, технарь во всем широком представлении, какое только можно представить. У тебя очень ютубовский такой голос, блогерский скорее. Такое ощущение, как будто тебе нужно зачитывать какие-то смешнявые треды в реддите, как это сейчас в ютубе все на свете делают. Ты написал, что в скором времени хочешь заняться ютуб-сегментом. А вот чем именно? Сейчас я буду заниматься общей точкой зрения. Это имеется и фильмом, сериалом, то есть про игры, разумеется, обрезревать имеется в виду. И, разумеется, на аниме-индустрии. Сейчас в моей активности сейчас занимаюсь я материалом по аниме-студии. Возможно, кто-то догадается, я скажу один релиз, который меня бомбануло, у меня очень сильно, это Бана. Это кусок дерьма. Я не хочу, не советую никому смотреть, блин. Тебе будет с кем поболтать об этом после игры, я уверен. Да, есть. Это не я, это не я. Я отрекаюсь от этого публично, предаю себя анафеме и все такое. Я тебе зачитаю. Я тебе зачитаю за это. Да, конфликт завязан, а в кипоте явно будет. Так что, я думаю, самое время приступить к выяснению отношений. А будет проходить это благодаря этапу дуэль. Вас ждет 21 вопрос на этом этапе, и 7 минут будет выделено вам на то, чтобы попытаться дать 21 неправильный ответ подряд. Любой правильный ответ влечет за собой переход хода к сопернику и вынужденное повторение одних и тех же вопросов с самого начала до тех пор, пока кто-нибудь из вас не дойдет до конца или пока не течет время. В таком случае победителем будет признан игрок, который ближе всех к финишу продвинется. Жребий выиграл Дима, и сейчас именно ему выбирать, кто начнет игру. Будем все вытучать вопросы. Хорошо, Леша? Хорошо. Хорошо. Начинаем с тебя, 7 минут на таймере, и начинаются они прямо сейчас. Проиграть или выиграть? Что можно сделать с аудиокассетой в магнитофоне? Выиграть. Ленинградская или Сталинградская? Какое название имеет одна из областей России? Сталинградская. Тандыр или Тартар? Как называется печь, в котором выпекают хлеб? Тартар. ВВП или ЕБН? Что из этого отражает рыночную стоимость всех товаров и услуг? Из широких или из узких? Из каких штанин в стихотворении Маяковского облака достала паспорт гражданина СССР? Повторите вопрос. Из широких или из узких? Из каких штанин в стихотворении Маяковского облака? Белых или черных? Каких клавиш у фортепиано больше? Черных. Печенегов или Половцев? Какая фамилия у актера, сыгравшего в сериале «Улицы разбитых фонарей»? Печенегов. Бобслей или керлинг? В каком виде спорта игроки пытаются попасть в центр дома? Бобслей. Серое или белое? Какое вещество человеческого мозга отвечает? Места в Калифорнии или представители кошачьих? В честь чего были названы первые версии операционной системы Mac OS X? Места в Калифорнии. Катамаран или танкер? Какой из этих водных видов транспорта управляется с помощью педалей? Танкер. Барды или скальды? Как назывались древние кельтские певцы-поэты? Скальды. Файзер или Байер? Какой фарматистической компании принадлежит торговая марка Viagra? Файзер. Дима. Проиграть или выиграть? Что можно сделать с аудиокассетой в магнитофоне? Выиграть. Ленинградская или Сталинградская? Какое название имеет одна из областей России? Сталинградская. Тандыр или тартар? Как называется печь, в которой выпекают хлеб? Тандыр. Леша. Проиграть или выиграть? Выиграть. Что можно сделать с аудиокассетой в магнитофоне? Ленинградская или Сталинградская? Сталинградская. Тандыр или тартар? Как называется печь, в которой ВВП или ЕБН? Что из этого отражает? ЕБН. Из широких или из узких? Из узких. Вернее, белых или черных? Каких клавишев? Черных. Больше. Печенегов или половцев? Какая фамилия? Печенегов. Бобслий или керлинг? В каком виде спорта игроки пытаются? Серое или белое? Какое вещество человеческого? Места в Калифорнии или представители кошачьих? В честь чего были названы первые? Места в Калифорнии. Катамаран или танкер? Какой из этих водных? Барды или скальды? Как назывались древние кельтские пикапоэты? Пфайзер или Байер? Какой форматистической компании? Слева направо или справа налево? Как принято писать английскую букву W? Справа налево. Косил я с конюшину или Беловежская пуща? Сэмпл какой песни играет в песни про яйца в дискотеке аварии? Беловежская пуща. Дмитрий или Александр? Кто из гордонов является украинским журналистом? Дмитрий. Дима! Проиграть или выиграть? Что можно сделать с аудиокассетой в магнитофоне? Выиграть. Ленинградская или Сталинградская? Какое название имеет одна из областей России? Сталинградская. Тандыр или тартар? Как называется печь, в которой вытекают ВВП или ЕБН? Что из этого отражает приношную стоимость? Из широких или из узких? Из каких штанин в стихотворении «Маяковского облака» достало паспорт гражданина СССР? А второй, еще раз вопрос. Из широких или из узких? Из каких штанин в стихотворении «Маяковского облака» достало паспорт? Белых или черных? Каких клавиш у фортепиано больше? Черных. Печенегов или Половцев? Какая фамилия у актера, сыгравшего в сериальной улице Бобслей или Керлинг? В каком виде спорта игроки пытаются попасть? Серое или белое? Какое вещество человеческого мозга отвечает? Места в Калифорнии или представители кошачьих, в честь чего были названы первые версии операционной системы Mac OS X? Места в Калифорнии или представители кошачьих, в честь чего были названы катамаран или танкер. Какой из этих водных видов транспорта управляется с помощью педалей? Барды или скальды, как назывались древние кельтские певцы-поэты? Барды или скальды, как назывались древние кельтские певцы-поэты? Скальдый Пфайзер или Байер? Какой фармацевтической компании принадлежит торговая марка Viagra? Еще раз вопрос Пфайзер или Байер? Какой фармацевтической компании принадлежит торговая марка Viagra? Файер Я не могу засчитать, увы, Леша, проиграть или выиграть? Что могла сказать? Выиграть Ленинградская или Сталинградская? Сталинградская Тандыр или Тартар? Как называется печь? ВВП или ЕБН? Что из этого тандыра? ЕБН Из широких или из узких? Из узких Белых или черных? Каких клавиш у фортепела больше? Печенегов или полосов? Какая фамилия? Печенегов Бобслей или керлинг? В каком виде спорта? Бобслей Сирая или белая? Какое вещество? Белая Места в Калифорнии или представители кошачьих? Места в Калифорнии Катамаран или танкер? Какой из этих фармацев? Барды или Скальды? Как назывались древние фельдские? Пфайзер или Байер? Байер Слева направо или справа налево? Как право налево Косил я с конюшину или Беловежская пуща? Сэмпл какой песни играет? Беловежская пуща Дмитрий или Александр? Александр Является один или два? Сколько дней Ли Харви Освальд прожил после убийства Джона Кеннеди? Один Старший или младший? Кто из Бондарчуков завершил работу над фильмом «Тихий дон»? Младший Дима, проиграть или выиграть? Что можно сделать с аудиокассетой в магнитопоре? Ленинградская или Сталинградская? Какое название? Ленинградская Тандыр или Тартар, как называется печь, в которой ВВП или ЕБН, что из этого отражает рыночную стоимость? Из широких или из узких? Из каких штанин в стихотворении Маяковского? Белых или черных? Каких клавиш у фортепиано больше? Печенегов или половцев? Какая фамилия у актера? Бобслей или керлинг? В каком виде спорта? Серое или белое? Какое вещество человеческого мозга? Места в Калифорнии или представитель кошачек? Каталмаран или танкер? Какой из этих водных видов транспорта? Барды или скальды? Как назывались древние кельтские поэты? Пуфайзер или Байер? Какой фармацевтической компании? Слева направо или справа налево? Как принято писать английскую? Косил я с конюшину или беловежская пусси? Сэмпл какой песни играет в песни про яйца? Дискотеки аварии? Еще первый ряд. Косил я с конюшину или беловежская пусси? Косил я с конюшину. Леша проиграть или выиграть? Выиграть. Сделать ленинградское или сталинградское? Сталинградское. Имеет тандыр или тартар, как ты знаешь? Тартар. В которой ВВП или ЕБН? Что из этого отражает? ЕБН. Белых или черных? Каких клавиш у фортепиана? Чёрных. Печенегов. Печенегов. Бобслей или Кёрнинг? В каком виде фото игроки? Бобслей. Серое или белое? Какое вещество членского мозга? Места в Калифорнии или представители? Места в Калифорнии. Чего? Время вышло. До восемнадцатого вопроса смог добраться Леша. Именно он сбежает в дуэли. Ееее. Да. Сложно было. Было не просто, да. Да. С труднопроизносимыми вариантами было сложно, конечно. Да. Дима, ты смог добраться до пятнадцатого. Вот. Ещё три вопроса. Ну да, немножко путался вопросами. Бывает. Да, потому что путался вопросами. Потому что строчки слышат несколько слов, и меня просто путается в голове. То есть имеется в виду строчеки и песни, и вот белое ископущено. То есть я... Да, да, да. Вот я... Да я вот путался с этими вариантами-ответами. Тебе сейчас стоит надеяться на то, что Лёша разгромно проиграет в финале. Это мы выясним во второй части игры против течения, куда Лёша и проходит. Грандиозный перезапуск The Chase Online. Новый сезон погони проходит в формате турнира. 40 игроков будут пытаться убежать от пятерых мастеров викторинных дел и унести как можно больше денег. С каждым этапом участников будет становиться всё меньше, и только самые сильные смогут пройти в большой финал, где будет разыгран джекпот турнира. На кону десятки тысяч рублей, которые мы разыгрываем по вторникам на YouTube-канале iDevice, а также VATIF. При этом любой из вас может стать вип-зрителем и смотреть все проекты VATIF на три дня раньше. Погоня начинается! Может, там будет вопрос про Елу, кто знает. Ужасы нашего городка. Так, я беру день города Харьков 23 августа. Оооо, господи! Всё, принято. Назад пути нет. Устали от однообразных развлечений для вас и вашей вечеринки? Вы хотите удивить друзей нестандартной программой? Тогда игровой сообщества VATIF предлагает вашему вниманию русские версии игр для вечеринок от компании Jackbox Games. Шутите смехлости, творите в рисоваче, узнавайте интересные факты в бредовухе, попытайтесь выжать смертельные вечеринки. Дважды. В наши переводы играют крутые стримеры в русских сегментах YouTube и Twitch. Будь хорошим вечеринок вместе с Jackbox Games на русском. Вся подробная информация по ссылке на экране и в описании под видео. Приятной игры! Это игра против течения. Финал. Алексей Федотов в него прошёл. И сейчас ему предстоит выиграть у нас хоть какую-нибудь сумму, чтобы продолжить свою участие в игре и дойти до следующего выпуска. В противном случае мы увидим там Диму. Ну, а правила финала такие. Вновь 21 вопрос тебе предстоит пройти. Если удастся тебе это сделать за 2,5 минуты времени, тогда ты станешь обладателем джекпота размером в 2000 рублей и продолжишь играть. Если время истечёт, у тебя будет ещё 100 секунд на то, чтобы дойти до конца. Однако от джекпота останется только 1000 рублей. Плюс ко всему 10 рублей в секунду будет уменьшаться от этой суммы. Если останется менее 500 рублей у тебя, ты можешь спокойно говорить слово стоп, когда посчитаешь нужным. Тогда игра будет остановлена, время идти не будет, а нам придётся вернуться к началу и попытаться дойти до конца в самый последний раз. Если не удастся сделать, тогда выигрыш 0, если удастся, тогда выигрышем будет та сумма, на которой мы остановимся. Итак, какой главный урок ты излёг из дуэли? Быстро реагировать, запоминать вопросы и думать логически. С реакцией у тебя очень и очень хорошо. Я надеюсь, что у нас получится быстрая игра. Первый вопрос из 21 звучит таким образом. Время пошло. Чайка или лебедь? Как называется известная пьеса Чехова? Чайка. Чайка или лебедь? Как называется известная пьеса? Лебедь. Нано Ричи или Коко Шанель? Какому модельеру принадлежит авторство маленького чёрного платья? Нано Ричи. А или О? Какую букву легко спутать с нулём? А. Маргарет Тэтчер или Тереза Мэй? Кто руководил правительством Великобритании раньше другой? Чайка или лебедь? Как называется известная пьеса? Лебедь. Нина Ричи или Коко Шанель? Какому модельеру принадлежит А или О? Какую букву легко спутать с нулём? А. Маргарит Эчер или Тереза Мэй, кто руководил правительством Капитании, к Богу или к черту? К кому посылают в ответ на пожелание на предыдущий или на следующий? На какой остановке пассажиры обычно просят остановить маршрут? На предыдущий. Большая медведица или малая медведица? Какое созвездие нарисовано на флаге Аляски? Малая медведица. Голая или одетая? Как называется одна из песен группы «Градусы»? Одетая. Возьми две или возьми четыре. Какая карта в настольной игре «Уну» имеет фон черного цвета? Возьми две. Бибуб или Рокстеди? Какой ковбуй упоминается в названии аниме-периала? Рокстеди. Фейсбук или Твиттер? Какую соцсеть основал Джек Дорси? Фейсбук. Черный квадрат или красный квадрат? Какая картина к из Венера Малевича? Чайка или Лебедь? Как называется известная пьеса? Лебедь. Нина Ричи или Коко Шанель? Нина Ричи. Какой ковбуй лежит А или О? Какую букву легко спутать с нулем? Маргарит Эчер или Тереза Мэй? К Богу или к черту? К Богу. К Богу. На предыдущий или на следующий? На какой остановке ковбуй? На предыдущий. Большая медведица или Малая медведь? Малая медведица. Голая или одетая? Как называется? Одетая. Возьми две или возьми четыре? Возьми две. Бибуб или Рокстеди? Какой ковбуй упоминается в названии? Фейсбук или Твиттер? Какую сеть основал? Черный квадрат или красный квадрат? Черный квадрат. Китай или Япония? Именем какой страны в английском языке называют фарфор? Япония. Пи или Ай какой буквой обозначается через строчная развертка видео? Ай. Чайка или Лебедь? Как называется? Лебедь. Чехова Нина Ричи или Кукоша? Нина Ричи. А или О? Какую букву легко спутать? Ноль. Маргарет Тичер или Тереза Мэй? Тереза Мэй. К Богу или к черту? К Богу. На предыдущий или на следующий? На предыдущий. Большая медведица или Малая медведица? Малая медведица. Голая или одетая? Как называется? Одетая. Группы возьми две или возьми четыре карта в настольной игре? Бибов или Рокстедия? Рокстедия. Фейсбук или Твиттер? Фейсбук. Сеть? Черный квадрат или красный квадрат? Черный квадрат. Китай или Япония именем? Япония. В английском? Пи или Ай? Какую буквой обозначается через строчная? Чайка или Лебедь? Как называется известная пьеса Чехова? Лебедь. Нина Ричи или Кукошанель? Нина Ричи. Жит Али О? Какую букву легко спутать? С нулем Маргарет Тэтчер или Тереза Мэй? Тереза Мэй. К богу или к черту кому послали? К богу. Пожелания на предыдущий или на следующий? На предыдущий. Пассажиры? Большая медведица или малая медведица? Малая медведица. Голая или одетая, как называется? Одетая. Возьми две или возьми четыре? Возьми две. Картон настольной? Бипов или Рокстедии? Рокстедии. Какую поменяется? Фейсбук или Твиттер? Фейсбук. Соцсеть? Черный квадрат или красный квадрат? Какая картина? Черный квадрат. К мира? Китай или Япония? Япония. В английском? Пи или Ай? Какую букву обозначается? Чересстрочная развертка? Стоп. Время остановлено. 487 рублей сейчас на кону. Что ж такое-то? Мы опять остановились на этом вопросе. Да, интересно. Интересно, интересно. Как ты думаешь, каким был он по счету? Одиннадцатом? Не-не-не. Все гораздо лучше. Это был четырнадцатый вопрос. Однако еще семь вопросов мы не слышали, помимо этого. Ну, ответ на этот вопрос мы тоже, я надеюсь, запомнили. И сейчас нам придется вернуться на старт, чтобы еще раз вымучать эти четырнадцать вопросов и попытаться ответить еще на семь, которые впереди лежат. Итак, еще раз первый вопрос. Чайка или лебедь? Как называется известная пьеса Антона Палача-Чехова? Лебедь. Нина Ричи или Коко Шанель? Какому модельеру принадлежит авторство маленького черного платья? Нина Ричи. А или О? Какую букву легко спутать с нулем? А. Маргарет Тэтчер или Тереза Мэй? Кто руководил правительством Великобритании раньше другой? Тереза Мэй. К богу или к черту? К кому посылают в ответ на пожелание ни пуха ни пера? К богу. На предыдущей или на следующей? На какой остановке пассажиры обычно просят остановить маршрутку? На предыдущей. Большая медведица или малая медведица? Какое созвездие нарисовано на флаге Аляски? Малая медведица. Голая или одетая? Как называется одна из песен группы Градусы? Одетая. Возьми две или возьми четыре? Какая карта в настольной игре Уно имеет фон черного цвета? Возьми две. Бибоп или Рокстеди? Какой ковбой упоминается в названии аниме-сериала 1998 года? Рокстеди. Фейсбук или Твиттер? Какую соцсеть основал Джек Дорси? Фейсбук. Черный квадрат или Красный квадрат? Какая картина Казимира Малевича также называется? Живописный реализм крестьянки в двух измерениях. Черный квадрат. Так. Китай или Япония? Именем какой страны в английском языке называют фарфор? Япония. Пи или Ай? Какой буквой обозначается чересстрочная развертка видео? Пи. Карл или Клара? Кто своровал кораллы в известной скороговорке? Клара. Яков Перельман или Григорий Перельман? Какой математик доказал гипотезу по Анкаре? Григорий. Это абсолютно правильный ответ, но, к сожалению, этого не нужно называть в нашей игре. Вот так. Яков Перельман жил гораздо раньше Григория, где-то в 20-х годах 20-го века, насколько мне память не изменяет. Но Григорий Перельман жив и здрав совершенно и поныне, в 2000-х годах. Он просто взорвал математическую общественность тем, что умудрился доказать гипотезу по Анкаре. И известно даже про то, что Перельман от всего отказывается. От всего на свете. Вот такой вот отшельник в нашем урбанистичном мире. Вот так вот. И вновь трагический конец у нас и в этот раз. Это был 16-й вопрос по счету. И я думаю, мы с большим удовольствием прибережем 5 вопросов, которые остались на следующую игру, где мы, как уже мы понимаем, увидим Диму. Ну, Леша, а тебе большое спасибо за игру. Твоя скорость мне действительно запомнится, потому что у нас темп быстрого вопроса никто не щелкал. И я был готов к тому, чтобы вручать тебе джекпот. Но не получилось, к сожалению. Бывает. Бывает. Не первый, а не последний. К сожалению, Алексею Федотову не удалось урвать у нас хоть какие-то рубли. А удастся ли это сделать Дмитрию Донову, узнаем на следующей неделе, где ему предстоит новая встреча с новым дуэлянтом. Там же буду и я присутствовать при всех этих событиях. Так что увидимся на следующей игре против течения. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!